здравствуйте мои дорогие и многоуважаемые подписчики и джентльмены также господа и гости столицы с вами опять я сашок сегодня у нас 0 2 0 3 2019 2 день февраля вчера позавчера был я на рыбалке вчера наконец-то мне удалось разловить шнур бессон моно п е решетка 0131 и в 0,53 миллиметра диаметром но тут вот как бы вчера и сегодня я был на рыбалке да и вот как-то как-то у меня негатив по этому шнуру небольшое накопился ну по порядку вчера я ходил на рыбалку вчера поймал двух окуней я по снастям у меня был кощей 021 грамм катушка шириной фс 1000 и вот этот вот шнур бессон первый окунь у меня попался где-то ближе к 11 часам на рыбалке я был где-то пол десятого в десять мы начали рыбачить я вчера был со своим приятелем алексеем лег тебе привет который на последних моих видео по сентябрю прошлого года молодой парень вот тоже очень хочет не крушит ну больше на на джигильством занимается чем микро но не суть в общем смысл следующему поймал я окунь окунь очень пассивный сейчас февраль месяц всего об этом прекрасно знаете глухо зиме проталинка наша в связи с оттепелью подмосковье и москве увеличилась увеличилась она ну нос на езде покидать можно с того берега с этого но опять же таки делание разговор не об этом первого окуня на длительной паузе на подрыве очередном небольшом то есть немножко по дну попрыгал подрывчик такой плавненький пауза опять ну короче кто как играет сейчас в связи с тем что зима рыба пассивная пауза делаем длительные от пяти до десяти секунд ну понятностью не мне вам объяснять технику ловли проводки так далее тут у меня бац как как вообще все-таки спиннинг мягкие очень чувствительный я по кончику смотрю у меня плюм я шлеп опа рыба думаю странно не понял ко мне чувствую это чувствую ну списал все на первую поклевку перерыв по спиннингу был достаточно длительный да там на зимнюю рыбалку все ходил чуть пытался там сделать думаю ладно где-то минут через 15-20 такая же по перепу повторилась со вторым окунем я призадумался можно бы я написано на сегодня так как у нас чуть теплее обещали вчера был где-то минус 4 минус 5 сегодня минус 3 а где и до 1 градуса взял я сегодня тиктайскую пачку взял я сегодня кастинг шарки 2 катушку где у меня намотана на фил 0 на 2 на 1 шпуле и на другой шпулю меня нам у намотан юджик решетка 0 2 взял опять же таки я сегодня сувереную фс 1000 вот наш пули этот шнур герсон можно паять все я прогресс не прям вот удивительный прогресс все не четко смысл был эксперимента хотя бы хоть что-нибудь зацепить со дна или поймать как бы чтобы понять что мне не понравилось меня вчера очень насторожило поведение этого шнура ну так как от тиктайскую по его чувствительности уходят легенды но это она так и есть правда да то есть там я ловил его когда первый раз тоже был по ну было глубокая осень уже вот-вот лед с нами рыбу же окунь не так активно брал мормышка лежала на дне мотыль я прям чувствовал как рыба подходит я уже говорил неоднократно мотыля этого про то есть потычки идут опять же таки оговорюсь когда я у меня есть видео обзор на кащей премиум с кольцами fuji в титановой оправе как бы моя инициатива была алексей мне этот спиннинг сделал который самый жесткий на данный момент построю и самый дорогой по моему тоже ловил на филе второй тогда у меня вот этого не было герсона то же самое рыба капризная это был январь месяц по моему он январь фу вру декабрь месяц это был тоже прям тык тык чувствую подошла рыба заинтересовалась приманкой идут какие-то потычки я тормознул чуть подвинул в это время шлеп я чувствую рыбу взяла приманку то есть извините то есть понятно да по вас соединяет с приманкой шнур и вы по шнуру то есть ну определяете это не этом когда окунь или плотва там как хороший боец бьет по приманке там аж по леске все чувствуется если удар идет такой на ну когда окунь атакуют когда он в жоре сами знаете да не не вам рассказывать что и по леске помонки наверно можно почувствовать элементарно по плетне тем более по нанофилу тут я то есть понял да то есть каще отрабатывает четко чувствительность земли все прям аж в локоть сегодня была ситуация вообще веселая короче сначала у меня пошел шнургесов в бой был пойман один окунь все повторилось то же самое я не чувствую подхода рыбы я не почувствовал надкусывание пощипывание какой-то либо информации что рыба там есть что она интересуется приманкой думаю ладно поймал окуня снял катушку поставил кастинг свой шарки 2 нанофил и вот тут я воспрял два следующих окуня который я поймал четко все рыбка подошла пощипала понюхала хвостиком вернула ножку подняла пометила взяла то есть ну я в общем как чувствительность шнура проверить как не зимой по осторожней рыбы которые пассивны которые не берет только зимой я вот лично я для себя сделал я и проверяю в такое время года насколько информативный шнур насколько он меня устраивает но могу сказать следующее я конечно до лета оставлю и опять же таки говорю мои предположения пока что вот но на зиму я вот этот шнур для себя закрыл уверенная поклевка да то есть когда вы его ведете по камням видим-то палкам там всекаются пакеты палатиленовые опять же таки с натяжной смотря что у вас за палка в руках у вас может быть шнур дорогой палка более дешевая у вас чуйка будет неплохая либо наоборот да ну когда 1 и 1 то есть я знаю что кощей спиннинг чувствительный тик тайс куб эфочка и пишка они замечательные палки очень приятным обалденной чувствительностью ну как-то вот понимаете меня да то есть я не почувствовал мои предположения то есть вчерашний рыбарный то что я вчера поймал два окуня то есть я этот шнур разловил наконец-то получается чувствительность у него намного хуже чем у нанофила то есть шнур я уже даже ставить не стал не снимал ни вчера ни сегодня по той простой причине что ветер у нас периодически здесь сыпет непонятно такая то ли дождь ледяной то ли крупа короче что-то в перемешку я домой приехал вся куртка обледенела снаружи велосипед весь обледенел катушка с этим тоже во льду ну такая капли крупные они замерзшие ну понятно в общем я не стал рисковать свои камеры камера у меня дешевая обыкновенная с алиэкспресс то есть там ничего супер пуперного бокс я покажется не одевал еще дэй дэй она того не стоит да она работает исправно и дай бог ну в общем выводы делать вам ребята я понимаю что летом наверное по активному окуню это все будет намного веселее ну вот тут написано w моно п я так понимаю мой работ в этой катушке больше именно моно может быть они убрали как-то растяжимость из-за этого они думали что повысить чувствительность я что-то как-то не понял сегодня то есть вчера я не понял а сегодня я убедился что нанофила чуйка на порядок лучше дальше вам делать выводы все всем приятного просмотра с вами был сашок подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки кому что нравится всем пока всем здоровья